Я работаю в дизайне одежды, по-моему, около 17 лет. Начинал с театральных костюмов, костюмы для кино и сцены. В 10 лет я получил первый свой диплом, связанный с костюмом. Я участвовал в конкурсе по карнавальному костюму. Я сделал там два костюма, король, королева будущего, что-то в этом роде. У меня диплом до сих пор где-то дома у родителей. Первое место в номинации «Авангард». И я тогда не понимал, что это. Я просто сделал то, что я чувствовал, потом я оставил, занимался музыкой. И где-то в 16 лет, в 17 лет я уже точно знал, что я буду заниматься костюмом. Но заниматься костюмом это можно в разных отраслях. Поэтому это не обязательно, чтобы шить, кроить или заниматься художественной частью костюма. Благодаря тому, что я начал работать в одной мастерской, где я познакомился с очень хорошими мастерами именно сценического костюма и художниками, сценографами, которыми делали вместе костюмы для кино, театра. И у них я научился очень много интересных авангардных вещей. Поэтому я их использовал в своих коллекциях. Даже сейчас немножко я их внедряю где-то в изделиях. Конечно, авангард – это авангард, но авангард всегда двигает вперед и моду, и много других сфер. А потом цикличность, все-таки, как и в моде, я занимался другими вещами, более функциональным. Прет-а-порте, прот-а-порте-делюкс. Опыт был разный. И поэтому дизайнер должен плавать только вперед и в разные стороны, чтобы понять, что ему, как ему нужно работать, подстраиваться под каждого заказчика, клиента или угадать свое, что надо делать для себя. На данный момент мы разрабатываем коллекции для спецлиния, так назовем, нашего бренда, одежда для беременных и кормлящих. Дело в том, что у нас есть несколько ниш в легкой промышленности, которые можно заполнять, поэтому мы всегда в поисках, всегда ищем. И на данный момент мы занимаемся такими вещами. 2019 год для меня был интересен тем, что я начал преподавать. Для меня это был серьезный эксперимент, потому что раньше я пробовал, но это был очень маленький период, в который я не почувствовал, что я умею это делать. И сейчас, на данный момент, да, у меня получается. И есть очень хорошие уже дизайнеры, которые начали вообще с нуля, с ничего. Прямо не знали, что такое точка, линия, пятно графической части проекта. И вот у меня такой год был, 19-й. Очень большая благодарность для тех, кто проголосовал за меня. И, конечно, очень большой поклон редакции «Акварель», что они как-то посмотрели и в другие стороны этой сферы. Субтитры создавал DimaTorzok